Добрый день, уважаемые зрители нашего канала. Сегодня мы поговорим о элеутерококе. Сырьем для получения экстрата элеутерокока является корневище с корнями. Основные действующие вещества – элеутерозиды. Кроме них в состав входят пектиновые вещества, полисахариды и свободные сахара. Но в составе нет сапонинов, которые характерны для всего семейства оралевых, которыми относится данное растение. Элеутерокок – экстрат жидкий, относится к группе тонизирующих, укрепляющих и адаптогенных лекарственных средств растительного происхождения. Растения богаты витамином С и витаминами группы В, а также множеством микроэлементов. Целебные свойства растения определяются особой группой веществ, о которой мы говорили выше, называемых элеутерозидой. Общеукрепляющее и стимулирующее действие препаратов элеутерокока характеризуется увеличением гемоглобина в крови, физической силы, мышечной массы и жизненной емкости легких. Элеутерокок способствует повышению потенции у мужчин, потому очень полезен для представителей сильного пола. Для этого следует принимать по 20 капель аптечного препарата 2-3 раза в сутки до обеденное время. Для мужчин экстрат является природным афродизиаком и благодаря своей способности к улучшению кровообращения в органах малого таза и области простаты, он может применяться в комплексной терапии при нарушении эрекции. Что касается женщин, он эффективен во время климакса. После курса терапии этим препаратом у женщин повышается половое влечение, улучшается сон, уменьшается раздражительность, повышается половая активность. При раздражительности, усталости, апатии элеутерокок пьют дважды в день до еды по 30 капель. При ветососудистой дистонии принимать его нужно по 30 капель до еды в первой половине дня 3 раза в день. Курс 2 недели. При ревматических поражениях сердца принимать 2-3 раза в день до обеда по 20 капель. Он стимулирует сердечную деятельность. При умственном переутомлении экстракт дважды или трижды в день принимают в дообеденное время по 20 капель. В качестве общеукрепляющего средства применяются в дообеденное время 2-3 раза в сутки по 15 капель. Можно добавлять в соки или чай. Женщинам в послеродовом периоде для восстановления сил рекомендуется 2 раза в день по 20 капель. Не принимать на ночь. В случаях тяжелого проявления климакса принимать за 30 минут до еды до обеденное время по 25-40 капель. Курс от 25 до 30 дней. Элиотерокок обладает хорошими восстановительными свойствами. Поэтому его применение в медицине после операционный период способствует ускорению заживления тканей и восстановлению белкового состава плазмы. Какие же стимулирующие и атоптогенные действия? О стимулирующем действии препарата говорят в том случае, когда после применения его однократной дозы повышается работоспособность. А после ежедневного приема в течение некоторого периода отмечается тонизирующий эффект, который выражается в улучшении общего состояния организма и повышении работоспособности на более длительный период. Адаптогенное действие – это способность препарата повышать сопротивляемость организма к неблоприятным факторам внешней среды. Например, необходимость выполнять работу при неблоприятных погодных условиях, при температурах, когда организм переохлаждается, либо наоборот перегревается, или в процессе своей жизнедеятельности человек находится под длительным воздействием излучения токсических веществ. То есть отличие от генов от препаратов, стимулирующих нервную систему, заключается в том, что они помогают организму реагировать на изменения в окружающей среде, а стимулирующие препараты повышают работоспособность. Элеутерозиды, активные соединения, входящие в состав препарата элеутерокока, в форме экстрата снижают выработку гормонов коры надпочечников, тем самым подавляя ответную реакцию организма, обусловленную воздействием стресса. Препарат способствует синтезу в организме веществ, ответственных за психоэмоциональное поведение человека. Это серотонин, дофамин и адреналин. Благодаря элеутерозидам препарат повышает работоспособность человека. Именно из-за стимуляции нервной системы человек чувствует себя бодрым, исчезает вялость и сонливость, апатия и раздражительность. Элеутерокококстрат способен снижать частоту и продолжительность панических атак, тревожных расстройств, которые часто сопровождают больного с вегетососудистой дистонии. Элеутерозиды помогают нормализовать аппетит при низком артериальном давлении, способствуют его нормализацию, увеличивают метаболизм, влияют на тонус мышц и снижают риск кислородного голодания. Элеутерококк в форме экстрата применяют самостоятельно или в составе комплексной терапии в качестве общего укрепляющего лекарственного средства. Какие же особенности применения лекарственного средства? Препарат достаточно хорошо изучен. Экстрат элеутерокока улучшает световосприятие, способствует повышению уровня светочувствительности зрения вечером. Причем терапевтический эффект становится заметным при приеме лекарства в течение 2-4 недель. Исследования больных после инфаркта миокарда продемонстрировали, что прием препарата, независимо от предназначения для профилактики и лечения, обуславливает повреждения миокарда в меньшей степени. Положительное влияние объясняется действием препарата на ведосоциативную нервную систему, вследствие чего происходит развитие механизма, ответственное за компенсаторную регуляцию работы сердца и метаболизм больного. Было доказано, что элеутерокок в форме экстрата улучшает два вида памяти – зрительную и слуховую, ускоряет быстроту действия, повышает умственную работоспособность, в частности способность заниматься вычислительной деятельностью и решением математических сложных задач. Доказано, что этот препарат не только действует на функцию коры головного мозга, но и влияет на физическую и умственную работоспособность и неблагоприятных условиях острого и хронического шума. Препарат помогает сберечь энергию, не позволяя расходовать запасы гликогена в печени и скелетных мышцах. Препарат во время терапии способствует адаптации организма человека к действию факторов стресса. Но есть и противопоказания. Какие же? Это инфекционные заболевания, сопровождающиеся высокой температурой тела. Реакции гиперчувствительности к действующим веществам препарата. Аутоиммунные заболевания. Психические заболевания. Эпилепсия. Наличие гнойных воспалительных процессов в организме человека. Гипертензия. Судороги. Травмы головного мозга. Не рекомендуется применять препарат в период беременности или кормления груди. Какой же мы можем сделать вывод? Экстракт элеотерокока обладает тройным эффектом. Стимулирующим, тонизирующим и адаптогенным. Он помогает человеку реагировать на изменения, происходящие во внешней среде. Препарат способствует комплексной защите организма, повышает сопротивляемость инфекциям и помогает преодолевать стрессовые ситуации, защититься от воздействия вредных веществ. При правильном режиме применения он легко переносится и терапия чаще всего не вызывает побочных реакций. Если вам понравилось это видео и вы считаете эту информацию полезной, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео. Будьте здоровы!